Станислав Бакла Широко известный и востребованный актёр театра и кино, которого многие украинцы считают едва ли не вторым Богданом Ступкой. Популярность к нему пришла в достаточно зрелом возрасте, и сейчас он заслуженно пожинает её плоты. Помимо успешных ролей в комедийных сериалах, «Слуга народа», «Пока мы дома», «Крепостная», «Папель» и многих других в творческом послужном списке Баклана множество глубоких, интересных работ в серьёзных, театральных и кинематографических проектах «Заслуги Станислава». И его вклад в развитие украинской культуры отмечен высоким званием народного артиста и другими почётными наградами. Будущий актёр родился в посёлке Брусилов, Житомирской области, и вырос в простой рабочей семье. Баклан родился 12 января 1960 года. При рождении мальчика назвали Вячеславом, однако во время регистрации в сельсовете ребёнка записали как Станислав. Когда Станиславу исполнилось два года родителей, перебрались в Киев. Вскоре у него появился младший брат Николай, который тоже выбрал профессию актёра. Получив отестата о среднем образовании, Станислав не сразу определился с будущей профессией и по совету родителей устроился на завод «Кристалл» на должность измерителя электронных параметров микромодуля. На заводе у Баклана появился товарищ, готовившийся к поступлению в театральный институт и посещавший подготовительные курсы. В 1979-м он за компанией с тем же товарищем отнёс документы в Киевский институт искусств имени Карпенко Карава в 1984-м. Баклан с отличием окончил вуз и был распределен в Донецкий областной драмтеатр города Мариуполя. Наступившие 90-е не лучшим образом отразились как на культурной сфере, так и на жизни страны в целом. Станислав вернулся в Киев, где устроился в труп молодого театра, где и служит по сегодняшний день. На счету актёра более двух десятков ярких театральных работ, так как прокормить семью на зарплату театрального актёра было практически невозможно, Станислав начал параллельно сниматься в кино. Ему повезло, первой работой стала роль в многосерийном биографическом фильме Тарас Шевченко с завещанием с несравненным Богданом Ступкой, сыгравшим к обзарям. Затем артист снялся в таких картинах, как «Американский блюз», «Репортаж», «Молодость 95», «Страсти по Чапаю», «Девять жизней Нестора Махну», «Братство», «Матч», «Битва за Севастополь», «Слуга народа», «Папик» и многих других. Станислав Баклан давно и счастлива женат на актрисе Наталье Клининой, с которой познакомился на сцене молодого театра. До этого у него уже был краткий опыт неудачного брака, о котором актёр предпочитает не распространяться. Именно Наталью он считает главной женщиной в своей жизни, которая стала его музой, верным соратником и матерью, горячолюбимой дочери Марии. У Клинина есть также сын Кирилл, от первого брака которым Баклан заменил родного отца, называет его сыном. Сейчас Кирилл Думский хорошо известен в киевской клубной тусовке, как модный дюджей. Мария окончила актёрский факультет и работает кастинг-директором в кинокомпании «Стар Медиа». У Баклана двое внуков – Диамид и Арина, которых он души не чает. А также актёр с женой являются заядлыми кошатниками и часто подбирают с улица обездоленных животных, спасая их от голодной смерти. Свободное от работы время актёр занимается писательством, пафосному отдыху на дорогих курортах, предпочитает уединённое времяпрепровождение на загородной даче, в окружении семьи и многочисленных пушистых питомцев. Сейчас артист продолжает сниматься в кино и сериалах украинского производства. А вам нравится этот актёр? Пишите свои мысли в комментариях.